Рвок, толчок и новый рекорд. В столице Чувашии эта неделя проходит под знаком тяжелой атлетики. Чемпионат России стал дебютным для республики. Позади экватор соревнований, это значит, что уже можно подводить предварительные итоги. Здравствуйте, в эфире программа «По существу» и сегодня у нас в гостях президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Магапитов. Максим Октябринович, здравствуйте. Добрый день. Вы только что с чемпионата, сегодня четвертый соревновательный день. Расскажите, какие последние новости? Ну, только что закончила выступление категория, женская категория, плюс 75 килограмм. В общем-то, она среди женских всех категорий одна из самых популярных. Мало того, я хочу сказать, что именно в этой категории принимала участие сегодня фаворит нашей сборной, женской сборной, Татьяна Каширина, которая выступала на Олимпийских играх 2012 года и заняла там второе место. Она же рекордсменка мира в рывке, поэтому вот сегодня эта категория от выступалась достаточно успешно. Безусловно, Татьяна Каширина снова завоевала золотую медаль. Ну, наверное, это самая последняя новость, можно сказать, горячая, прямо как из печки пирожки. Отлично. Будем, значит, мы самыми первыми. А вот, как уже было сказано, чемпионат России для Чуваши, он дебютный, именно по тяжелой атлетике. Как вы можете оценить готовность и организационные моменты? Ну, сюрпризов в этом плане для нас не было, потому что именно как чемпионат России эти соревнования действительно были в Чебоксарах дебютными. Но хочу сказать, что были другие соревнования. Может быть, они ниже рангом, но они, в общем-то, отображали степень готовности республики к проведению таких соревнований и как чемпионат России. Поэтому логическое завершение вот этого, так сказать, движения был именно этот чемпионат. Так как предыдущие все чемпионаты организовывались успешно, благополучно, хорошо, поэтому этот чемпионат России, я хочу сказать, что это следующий этап, опять же, движения вперед, развития, и он был проведен на самом высоком уровне и на лучшем уровне, как для самой республики. Также хочу отметить, что все соревнования, которые проводились в последнее время в России, чемпионаты и Кубки страны, этот чемпионат был одним из украшений, наверное, вот этого ряда соревнований. Спасибо очень, я думаю, приятно и всем нашим жителям нашей республики. А как приятно участникам соревнований и тренерам, потому что многие заходили в зал, когда они первый раз его видели только по приезду, у них открывались рты и широко открывались глаза. То есть действительно оформление и, в общем, все технические требования, они были соблюдены, и поэтому хочется отметить, наверное, и технический комитет отметил это в частности, что действительно соревнования организованы именно как должно быть. Если, скажем так, уровень Европы и чемпионата мира, он абсолютно на этом же уровне чемпионат России проходит в Чувашии. Ну, замечательно. А вот, кстати, хотелось бы поговорить о спортсменах. Более 130 участников приехало в Чебоксары. Есть тот, кто, как говорится, выстрелил на соревнованиях и, может быть, тот, кто не оправдал ожиданий? Ну, вы знаете, на самом деле это, конечно, вопрос больше к главным тренерам, потому что они занимаются этим, отслеживают там и результаты, и динамика движения спортсменов прежде всего. Это первое. А второе, я со своей стороны хочу сказать, что этот чемпионат России и в преддверии к чемпионату мира, который будет в этом году в Соединенных Штатах в Анахейме под Лос-Анджелесом, он определяющую роль играет, что этот год у нас не является ни отборочным к Олимпийским играм, где мы не завоевываем квоты, в общем-то. И, как правило, этот год, он такой, ну, так сказать, стабилизационный какой-то, определяющий какой-то внутри процессы какие-то. Тем более, что, вы знаете, у нас в ноябре месяце произошла смена перевыборы во Федерации после всех вот топинговых скандалов и после того, что нашу сборную не допустили в Рио-де-Джанейро. У нас прошли выборы, вот, и пришла новая команда. И мы, в общем-то, ставим задачи, прежде всего, в этом году стабилизировать и политическую, и экономическую, и все остальные задачи. То есть, стабилизировать Федерацию в плане дальнейшей работы. Поэтому особых ожиданий, конечно же, и региональных Федераций тоже не было, и, в общем-то, от спортсменов. То есть, это период такой, где мы, в общем-то, выстраиваем внешнюю политику и нашу внутреннюю работу, так, как оно должно быть в разрезе всех событий, которые были за последний год. Раз уж мы затронули с вами тему допинга, вот, какие вот сейчас меры принимаются Федерации, чтобы, скажем так, восстановить статус нашей сборной, наших спортсменов? Ну, был комплекс мер. Прежде всего, хочу отметить, что Федерация сама по себе, как тяжелая атлетика, она не имеет такого мощного инструмента, чтобы достаточно, как сказать, контролировать спортсменов или проехать. Для этого у нас есть РУСАДа, которая восстановлена в правах, и она начала работу активно. Поэтому наши спортсмены, они все под наблюдением, как говорится, да. И хочу отметить, что именно на этих соревнованиях в этом году, впервые, может быть, за последнее время, приехал допинг-контроль, и, соответственно, каждая категория берется по их алгоритму, который нам абсолютно неведом, да, берутся, значит, тесты, и все спортсмены, как бы, проверяются, да. То есть, результат мы будем знать, я думаю, в ближайшее время. Это, во-первых. То, что касается Федерации тяжелой атлетики России, у нас инструментов не так много, как я уже сказал. То есть, мы, безусловно, проводим и семинары, мы разъяснительную работу проводим, да, и международные семинары посещаем. Это раз. Во-вторых, сейчас уже на стадии публикации новый сайт, на котором будет личная страничка каждого спортсмена. На этой страничке каждый спортсмен будет обязан зарегистрироваться, он будет обязан пройти некоторое обучение онлайн, вот, и протестироваться, проэкзаменоваться, да, и только после получения, пройдения экзамена он будет иметь право, это будет, прежде всего, касаться национальной сборной, да, он будет иметь право выступать на наших внутренних соревнованиях. То есть, это, как бы, одна из мер, которые мы предприняли, с тем, чтобы каждый спортсмен, он знал антидопинговые правила, был знаком с ними и, конечно же, соблюдал уже, будет легче требовать. То есть, мы работаем с тем, чтобы, всеми нашими, нам доступными инструментами, чтобы все наши спортсмены знали правила, вот, соблюдали, безусловно, их и следовали всем требованиям, которые вот на сегодняшний день выдвигаются, да. Значит, ну и касаемо, опять же, борьбы с допингом, здесь и государство приняло уже много решений, которые и опубликованы, и донесены до всех федераций. То есть, все меры борьбы с допингом, они вступают в силу, и мы, соответственно, как федерация тяжелой атлетики России, аккредитованы Министерством спорта, мы все их внедряем, следуем им, и, в общем-то, так и будет. То есть, в принципе, за наших спортсменов можно будет быть спокойными? Безусловно, мы за наших спортсменов спокойны, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому здесь, опять же, все в руках РУСАДы, да, и, соответственно, Международной Федерации, да, мы, соответственно, готовимся, мы готовы, мы не прячемся, мы открыты. Вот, я даже сейчас наблюдал такую картину офицеры, которые приехали сейчас, значит, тестировать наших спортсменов, когда они выбирали некоторых из них, тех, кто не попал в полутестирования, они просили, почему не нас, почему не нас, возьмите и у нас. Вот, ну, то есть, это хороший знак, то есть, наши спортсмены действительно готовы сдавать допинг-контроль, готовы. Ну, вернемся к проходящему сейчас чемпионату России. Наши чувашские тяжелоатлеты уже все выступили. Что можете сказать о их результатах? Ожидаемо? Ну, безусловно, Чувашия всегда поставляла национальную сборную спортсменов, поэтому я думаю, что этот чемпионат России тоже показал уровень и результаты хорошие. Ну, а теперь давайте поговорим о будущем событии, о грядущем чемпионате мира, который состоится в США уже в ноябре этого года. Как укомплектована наша сборная, вот, как идет подготовка, вот, на что будете делать ставку основную? Ну, опять же, я повторюсь, наверное, да, я сказал, что этот год для нас, он не стоит задачей завоевать максимальное количество медалей или там чего-то, рекорды какие-то устанавливать и так далее. Далее наша задача именно стабилизировать ситуацию на международном уровне, да, то есть чтобы мы могли полной командой всегда выступать, достойно выступать, вот, прежде всего. А вот какой результат Федерация устроит, результат по итогам чемпионата? Россия, она является лидирующей во всем мире Федерации в тяжелой атлетике, поэтому, конечно же, будем бороться за медали самого высшего достоинства и, безусловно, команда будет бороться за призовые места. Ну, я думаю, у нас с вами все, как говорится, получится. Максим Ктеприевич, большое спасибо вам за ответы. Спасибо вам за то, что пригласили в гости. Большой привет всему чувашскому народу, всем болельщикам, поэтому добро пожаловать на наш сайт. Вы всегда можете, если вдруг у вас не получилось посетить соревнование или сегодня не получается, вы можете зайти на наш сайт и посмотреть все трансляции онлайн. А я напоминаю, мы беседовали с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым. Уважаемые любители железной игры, впереди еще два соревновательных дня. На помосте выступят мужчины, поэтому ждем новых достижений, побед и рекордов. Это была передача по существу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok